В общем, сейчас накрашусь и будешь неотразимая. Неотразимая. Последний штрих. И тут еще немножко. Вот так. Губы я не крашу. Сейчас покажу результат. Ну вот, показываю вам результат. Смотрите, друзья. И что? Вы знаете, у меня такое впечатление, что мало что изменилось. Если учесть, что я столько. Я же сделала укладку феном. Я же все тут себе о лицо массировала. Накрасила глаза. Да. Ну и что? Ну что? Ну вот я такая, как я была не накрашенная, я такая же и накрашенная. Понимаете, я же понимаю, красоту ничем не испортишь. Но если не видно результата, то как-то мне и краситься-то не хочется. Я не знаю. Ну, наверное, просто по привычке. Еще, знаете, такая интересная была история, когда я переехала в Россию. Я же здесь привыкла, что здесь-то женщины же не красятся, англичанки. Они себя прекрасно и так чувствуют. Я об этом во много раз уже говорила. Так вот, я привыкла так. Я хожу в свободной обуви, в такой одежде, которая мне удобна. Абсолютно я не расстраиваюсь по поводу своей внешности. Ну вот, может быть, только с Мартиным так, знаете, опять прут комплексы, потому что, ну, как-то хочется, нравится человеку. А так, остальное, это мне как-то наплевать. И я так привыкла, потому что женщины здесь так себя ведут, понимаете? Они в себе уверены всегда. Им не надо для этого красить глаза и одевать каблуки. Вот, я приезжаю в Россию, вся такая простая, незамысловатая. И мне мои подруги говорят, да что ты, Галина, ну что ж такое, давай же мы как-то тебя в порядок приведем. Ну что ж ты за собой-то совсем перестала следить и все такое прочее. Ну и вот, я там себе сделала милирование, видите, подстриглась. Сделала себе красивый гелевый маникюр. Сделала себе все, что могла. Даже хотела сделать себе тату бровей, вы знаете, тату бровей. Но потом посмотрела, посмотрела. Даже я пришла к девочке на консультацию. Она мне нарисовала. И сказала, так вам даже тут убирать ничего не надо у вас. Бровки такие свои хорошие. Она мне там что-то расчертила, все лицо нарисовала. Я говорю, мне темные брови не подходят. Ну я светлая сама, мне не надо темные. Но она говорит, да-да-да, это все мы потом скорректируем. Но говорит, что тату, во-первых, больно. Во-вторых, это будет только первое. Потом мы должны подождать месяц, когда у вас корочки сойдут все эти болевые. И потом через месяц мы уже делаем тату полностью. И представляете, я что-то подумала, думаю, боже, корочки болевые. Это же все, значит, здесь у меня воспалится, все покраснеет. Зачем же мне это надо? Да и потом что-то я посмотрела, думаю, да мне нисколько не трудно его. Как-то и карандашиком нарисовать. Так что вот так, друзья, я все-таки привела себя в порядок. Так, я приехала, встретилась с Мартиным, я ему очень тоже понравилась. И вот сейчас бегу опять к нему на свидание. Я еду к нему, он сегодня выходной, сегодня у нас суббота. И 7 декабря, да, вот мы с ним опять едем. Куда-то он меня хочет отвезти. Ой, вы знаете, тоже интересно. Ну, в общем, потом расскажу, друзья, когда приеду, вернусь, вам все расскажу. А сейчас пока-пока, я бегу. Всего-всего вам доброго. Удачи, счастья и любви.